Сегодня мы будем обсуждать то, что называется автономными дифференциальными уравнениями. И конкретно автономные дифференциальные уравнения на прямой размерности 1. Я, кажется, не давал определения автономных дифференциальных уравнений. Это простая штука. В общем случае дифференциальное уравнение записывается в виде x-точка равняется f от tx, по крайней мере, дифференциальное уравнение первого порядка. Это общий вид обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка. И, как видите, здесь правая часть теоретически может зависеть от времени. То есть у вас скорость изменения x может зависеть не только от самого x, как было в тех моделях, которые мы разбирали, типа модели мальдозилентского роста. Но эта скорость может меняться с течением времени. То есть закон, по которому происходят изменения, может сам меняться с течением времени. Это, в общем, случай. Но довольно часто нас интересуют такие ситуации, когда ваша точка движется как-то с течением времени. Она в разные моменты времени может двигаться с разными скоростями. Но это связано не с тем, что момент времени меняется, а с тем, что просто ее положение меняется. Мы не видим. Сейчас. Не видно. Все видно. Ну, типа, все, что вы написали, все видно. А вот то, что я показываю зелененьким, видно? Видно. Так что, довольно часто нас интересуют автономные уравнения. Давайте я дам определение. Значит, уравнение вида 1 называется автономным. Если f не зависит от t. То есть уравнение можно записать в виде... Давайте какую-нибудь другую букву возьму, пусть это будет буква v, как часто будет обозначаться. x точка равняется v от x. Где v какая-то функция. Оказывается, что если x имеет размер равность 1, то все автономные уравнения можно решить. И этим мы сегодня займемся. Понятно ли определение автономного уравнения? В начале прошлой лекции было три примера. Мультизианский рост, модель солоу и падение грузика. Какие из этих систем задаются автономными уравнениями? Солоу задается автономным уравнением, да. А мультизианский рост, который записывается, как x точка равняется kx. Тоже автономное уравнение. Значит, про падение шарика, которое задавалось вот таким вот образом. Значит, но сейчас мы обсуждаем уравнение размерности 1 первого порядка. То есть мы обсуждаем только первое производное. Но на самом деле тоже автономное уравнение, правда, не первого порядка, а второго порядка. Потому что, опять же, правая часть не зависит от времени в явном виде. Поэтому, в общем, все примеры, которые мы рассматривали, до сих пор они как раз соответствовали автономному уравнению. Хорошо. Давайте обсудим, как решать автономное уравнение. Значит, пусть у нас x от t принадлежит r. То есть мы работаем с уравнением напрямой, как говорят. Значит, у нас фазовое пространство имеет размерность 1. Фазовое пространство прямое. Тогда автономное уравнение можно решить. Значит, давайте я попробую показать, как это делается. Смотрите. Ну вот пусть у меня есть какое-то автономное уравнение. Давайте я для него нарисую поле направлений. Вообще, давайте посмотрим, как все это работает. Значит, пусть у меня есть какая-то x точка равная v от x. Значит, у меня вот здесь t, здесь x. И давайте я возьму какую-нибудь функцию v от x. Давайте я ее график нарисую сейчас вот с такими вот осями. У меня здесь будет ось x. А вот в эту сторону я отправлю ось v. Значит, и нарисую какой-нибудь график, выравняется... Значит, график v от x. Ну или давайте я скажу, что вот эта ось, это x точкой. Это вот x точкой. И здесь будет какой-нибудь график. Вот такой, например. Это, соответственно, график x точка равняется v от x. Значит, здесь сейчас вот на этой картинке нарисован просто график правой части моего уравнения. Это обычная функция однопеременной. Обычная числовая функция. И я просто рисую ее график, как я там обычно делаю. Я задал какую-то функцию. Не очень важно, какую. Значит, давайте посмотрим теперь, как это все будет соотноситься с динамикой. Давайте я оси чуть-чуть подправлю, так что по ним соответствовали бы. 0 слева соответствует 0 справа. Как это будет соотноситься с динамикой? Ну вот давайте посмотрим, например. Что вы можете сказать про, ну скажем, если я возьму вот тут вот точечку, как будет направлена соответствующая прямая из поля прямых вот в этой точке? По крайней мере, она будет направлена, так сказать, с положительным углом наклона или с отрицательным углом наклона? Движение будет положительным. Потому что у нас x-точка и отрицательная. Сейчас, смотрите, я направил ось x-точка вот сюда. Давайте считать, что у меня вот в эту сторону положительное направление. И, значит, в этой точке значение x-точка будет положительным. Тогда с положительным наклоном. Да, значит, здесь будет положительный наклон. Давайте я нарисую. А вот здесь? Тоже? Ну, такой же. Причем он будет ровно такой же, потому что у меня от времени ничего не зависит. На самом деле, вот если я здесь поставлю много точек, которые будут лежать на одной и той же горизонтали, то у них наклон, соответствующий прямой из поля направления, будет у всех одинаковый. Согласны? Потому что уравнение автономное. Хорошо. Давайте я еще вот здесь нарисую. Хорошо. Если я возьму, например, точечку вот тут. Вот такую вот точечку. Что тогда будет? Будет горизонтальная прямая. Значит, тут получается вот какая-то такая штука. Значит, здесь будут горизонтальные прямые. Тут вот тоже будут горизонтальные. Значит, ну, допустим, вот здесь вот что будет? Здесь будет отрицательный наклон. Отрицательный наклон. Дальше вот здесь будут снова горизонтальные прямые. Здесь будет снова положительный наклон. Тут будет тоже отрицательный наклон. Вот какая-то такая картинка. Давайте я еще дорисую здесь. Это на самом деле должно быть похоже на то, что вы на семинаре делали. Там была какая-то другая функция. По смыслу должно быть очень похоже. Что-то вот в таком роде. Здесь на самом деле можно еще, знаете, такие стрелочки расставить. Вот смотрите, давайте я просто вот даже на этой картинке сейчас расставлю стрелочки. Нам это впоследствии будет полезно. Значит, например, вот я знаю, что вот здесь я буду двигаться вверх. У меня здесь движение вверх. Здесь будет движение менее быстро. Здесь будет движение, наоборот, вниз. Здесь я стою на месте. Здесь я стою на месте. Здесь будет движение вниз. Здесь тоже движение вниз. А здесь будет движение наверх. Значит, я ставлю стрелочку в зависимости от того, чему равняется V. То есть это фактически такой простой вектор, который просто сдается вот этой вот правой частью. От каждой точки откладываю вектор в соответствующую сторону. Соответственно, он как раз показывает, куда будет сдвигаться, с какой скоростью будет сдвигаться точка. То есть, если, например, стартую отсюда, то я двигаюсь вверх, 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 вверх. Но вот я не дохожу до вот этой точки. Значит, у меня будет какая-то вот такая вот кривая. Если я стартую здесь, то у меня будет какая-то вот такая вот кривая. Все мне понятна картинка? Все мне понятно, откуда здесь что убираться? Задавайте какие-нибудь вопросы, если что-то непонятно. Все понятно, мне кажется? Окей. Теперь смотрите. Допустим, что я хочу получить решение, но уже не в таком качественном виде, где что-то, я говорю что-то, я буду двигаться как-то вот так. Я хочу какую-то конкретную функцию получить. Во-первых, сразу понятно, более или менее. На самом деле, пока не очень понятно. Но в следующий раз мы поговорим про те моменты существования единственности, и будет совсем понятно. Значит, пока что можно просто поверить. Видите, у нас есть такие вот положения равновесия. И мы на самом деле, наша динамика будет устроена так, что мы до этих положений равновесия никогда не дойдем. Что-то мы будем здесь приближаться, приближаться, приближаться. Но до этого положения равновесия не дойдем. Увидим, что я действительно так. По крайней мере, в том примере, который я нарисовал. Поэтому то, что нас интересует, это нас интересует, что происходит между положениями равновесия. Здесь есть положение равновесия, тут есть еще одно положение равновесия, тут есть еще одно положение равновесия. Давайте посмотрим. Пусть у меня задана какая-то стартовая точка. Давайте я сейчас перерисую эту картинку заново, чтобы на ней можно было рисовать. Пусть у меня есть какая-то стартовая точка. И я могу теоретически использовать метод Эйлера, который мы обсуждали в прошлый раз, и через эту точку провести нашу прямую из поля прямых. И дальше можно будет, ну как бы мы знаем, что у нас есть наше решение, мы знаем, что оно проходит близко к этой прямой. И давайте сделаем какой-то шажок. И вот мы оказались в какой-то другой точке. И дальше в этой точке нам нужно взять снова нашу прямую и так далее. Ну, теоретически я мог бы выписать те формулы, которые я писал в прошлый раз, некоторую последовательность равенства, и, используя компьютер, мог бы посчитать, что получается. Но проблема в том, что я не могу с помощью этих формул написать решение, так сказать, в виде формулы, в замкнутом виде, как говорят. Мне бы хотелось бы. Ну, вот смотрите, в чем основная проблема? Проблема в том, что, когда я, например, оказываюсь, допустим, на третьем шаге, вот здесь вот, не очень-то легко так сходу понять, где я буду находиться вот здесь вот, когда закончится второй маленький промежуток. Потому что это зависит от того, какой вот здесь был наклон, а какой здесь наклон зависит от того, какой был здесь наклон. И, в общем, записать это в каком-то компактном виде очень сложно. Можно только записать вот последовательность, последовательность равенства. Ну, почему это так? Потому что я знаю, в какие... Я знаю, как у меня устроены вот эти вот единицы времени, вот эти точки на оси времени. Я знаю, как они у меня устроены. Я каждый раз делаю шажок на известное мне расстояние дельта Т. Но я не знаю, где я буду находиться. А положение, на самом деле наклон, правая часть, у меня зависит как раз не от времени, а от того, где я буду находиться. Соответственно, вопрос, нет ли какой-нибудь идеи, как можно было бы модифицировать наш способ построения хотя бы приближенных решений, так, чтобы можно было бы записать как-то более понятную формулу для ответа. Не в виде там последовательности равенства в каком-то более компактном виде. Есть ли какие-нибудь идеи? Значит, вот просто с помощью метода дейлера как-то не получается, потому что мы каждый раз не знаем, где мы находимся. Зато знаем моменты времени, в котором мы находимся. Но это не то, что нам нужно, чтобы найти правую часть. Можно ли как-нибудь адаптировать, модифицировать метод дейлера, так, чтобы научиться хорошо записывать решения таких уравнений? Нам доступна информация только по начальной точке, верно? Ну да, изначально у нас есть просто начальная точка, а еще нам доступна вся функция v. Мы умеем вычислять значения функции v в любой точке. У нас есть какое-то начальное условие. Ну как, поставлена задача каши. Нам сказано, что их точка равняется v от x, и x в какой-то точке t0 равняется x0. Вот, собственно говоря, вот эта точка t0, а вот эта точка x0. Вот мы хотим выпустить решение из этой точки. У нас есть какие-то идеи, как это сделать. Смотрите, давайте я, может быть, еще сделаю одну подсказку. Вот смотрите, видите вот эту вот картинку? Она обладает таким свойством. Давайте я даже вот что скажу. Давайте я с вами угадаю, что за свойство. Давайте я нарисую другую картинку. Вот, допустим, у меня было бы не x в точке равняется v от x, а x в точке равняется f от t. Помните, мы в прошлый раз обсуждали, что уравнения x в точке равняется f от t как раз легко решаются. И здесь тоже правая часть зависит только от данной переменной. Только это переменный не x от t. И поля направлений для таких систем, они выглядят так. Значит, поскольку у нас все зависит только от t, но не зависит от x, то это означает, что у нас поле направлений будет выглядеть, ну, как-то вот так вот. То есть в разных точках, в разных иксах, соответствующих одному и тому же моменту времени t, направление будет одинаковое. Значит, ну, вот, допустим, как-то так оно будет выглядеть. Ой, я покаличился. Вот смотрите, между вот такой картинкой и вот такой картинкой есть какая-то аналогия. Можете сформулировать, что за аналогия? Все направления, они имеют в свое параллельно, но только одни параллельно по горизонтали, а другие по вертикали. Да, совершенно верно. Значит, видно, что картинка не меняется при сдвигах. Значит, вот здесь она не меняется при сдвигах вот таких, вот вертикальных. Вот здесь она не меняется при сдвигах горизонтальных. Ну, в общем, неудивительно. Здесь функция не зависит от x, а здесь функция не зависит от t. И при этом вот такого типа решения, решения вот такого типа уравнения, мы знаем, как получать. Это просто получается интегрирование. Как бы нам свести вот такую задачу к такой задаче? Есть ли какие-нибудь идеи? Может, рассмотрим функцию t от x? Там мы получали, что x равно что-то от t, а здесь наоборот. Бинго. Да. Именно это и нужно сделать. Именно это и нужно сделать. Нужно, вот смотрите, как бы, можно думать геометрически. Вот геометрически нас интересует какая-то кривая. Вот, например, вот такое вот решение. Значит, с точки зрения уравнения, решение – это функция. Если смотреть на график, то это просто какая-то кривая. И эту кривую можно описывать по-разному. Ее можно описывать как график функции x от t, но с тем же успехом можно описывать ее как график функции t от x. То есть это означает, что мы теперь спрашиваем не в каком месте мы будем находиться в момент времени t, а спрашиваем наоборот, сколько времени уйдет, чтобы добраться до места x. И в этом случае фактически у нас оси меняются местами, меняются ролями. Теперь у нас все зависит от времени. Теперь у меня наоборот. Не x зависит от t, а t зависит от x. И поэтому задачка сводится в точности вот к задачке такого типа. Давайте я начну с того, что покажу, как при этом работает методейлера. Значит, фактически, что мне нужно сделать? Вот у меня есть какая-то точка x0, и пусть у меня есть какая-то другая точка x. Вот здесь вот. И я спрашиваю, сколько времени мне нужно, чтобы добраться от момента времени от точки x0 до точки x. Ну, что это означает? Можно сделать такую вещь. Можно разбить весь интервальчик. От x0 до x можно разбить на кусочки. Допустим, равные. И дальше построить вот такую же картинку, как здесь. Значит, вот я знаю, что я в момент времени t0 стартовал в точке x0. Значит, допустим, что я на всем протяжении вот этого вот движения, движения отсюда до сюда, буду двигаться с постоянной скоростью. То есть я, опять же, заменяю мой график правильного решения, заменяю на касательный. Ну, отлично. Значит, какое-то время у меня это займет. Значит, теперь уже это время является переменным. Я его сам не задаю, но вот какое-то время это у меня займет. Давайте я скажу, что вот это t1. И эту самую t1 можно будет посчитать. Но зато я теперь знаю, где я оказался. Значит, я оказался вот здесь в точке x1. Но про точку x1 я знаю, что это просто... Ну, вот давайте считать, что я здесь разбил на сколько-то шагов. Ну, давайте считать, что у меня здесь стартовая точка x0. Финальная точка называется xn. Значит, и у меня, соответственно, x1 – это просто x0 плюс дельта x. А дельта x – это просто все расстояние, которое мне нужно пройти. x минус x0 делить на n. То есть я сейчас делю вот этот вертикальный отрезок, я делю его на равные кусочки с шагом дельта x на n равных кусочках. И дальше вот в этой точке я строю новую мою прямую из поленаправлений. И я знаю, какой у нее наклон. Какой у нее наклон, как найти. Значит, вот здесь был наклон v от x0. А тут будет какой наклон для этой прямой. v от x1. Да, v от x1. Причем x1 – неизвестная штука. Она легко вычисляется. И так далее. Дальше вот здесь вот я возьму новый наклон. Здесь наклон будет v от x2. и так далее. То есть фактически это означает, что я как бы предполагаю, что я вот на вот этих вот участках двигаюсь с постоянной скоростью. И эта скорость равна мгновенной скорости в начале соответствующего отрезка. Ну, давайте посмотрим, сколько времени мне понадобится, чтобы добраться от x0 до xn, которое равняется x. Ну, давайте я как-нибудь тоже здесь обозначу. Пусть у меня вот здесь вот будет delta t1. Дальше вот это delta t2. И так далее. В конце концов, я в какой-то момент доберусь вот до сюда. Здесь у меня будет delta tm. Значит, как мы можем найти, что такое delta t и t? Как оно находится. Значит, это время движения. Значит, я знаю, что я прохожу за это время расстояние, равное delta x, которое везде одинаковое. А двигаюсь я со скоростью… С какой скоростью? V. 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 Значит, V от кого? Получается x0 плюс i на delta x. Да. Значит, давайте я просто скажу, что это x и минус первое, видимо. Вот так. Да, если это delta t1, а здесь была скорость v от x0, значит, вот так вот это будет. И теперь мне нужно, чтобы найти время прохождения отсюда-сюда, мне нужно просто все эти delta t просуммировать. Значит, время движения от x0 до x приблизительно равняется такой штуке сумма по i от 1 до n, delta x, деленное на v от x и минус первое. Не напоминает ли вам чего-нибудь эта сумма? Интеграл. Да, она будет стремиться к интегралу. От чего, по какому отрезку. Значит, это интегральная сумма. от x0 до x u1 поделить на v от x0 до x от функции давайте какую-нибудь другую букву сюда подставлю какие буквы бывают давайте u du разделить на v от u то есть это интеграл от функции единицы на v по вот такому вот отрезку в принципе это неудивительно смотрите эта штука это именно время движения и понятно что чем больше скорость тем меньше время поэтому не удивительно что здесь нужно проинтегрировать единицу на v и в принципе это просто обобщение школьной формулы по поводу того что если вы двигаетесь с постоянной скоростью это время движения значит чего она там равно равно расстоянию деленному на скорость то есть смотрите что получается получается это пока что я совершенно не претендую на то что доказательства сейчас доказательства покорать не расскажу вот но я хочу чтобы было понятно как как она так откуда откуда эта формула вылезает как она так появляется значит мы теперь задаем вопрос не про не про то где мы будем находиться в момент времени а мы задаем вопрос сколько времени понадобится чтобы дойти от одной точки на другой точке и получается вот такая вот штука понятен ли этот вывод но вот на на том уровне строгости на котором он проведен понятно что здесь стоит знак приближенно равно можно прикинуть что это знак приближенно равно будет становиться тем точнее тем чем больше н поэтому на самом деле в тот момент когда вот эта сумма будет сходиться к этому интегралу при увеличении н она же будет сходиться к этому времени движения но значит вот все эти подробности с увеличением точности я сейчас не хочу подробно обсуждать потому что мы сейчас подробно мы докажем аккуратненько но можно вопрос а вот у от икс мы как определяем то есть что такое у у это просто переменное интегрирование значит ну как она же должна зависеть от икс чтобы мы могли у меня вот это вот эти штуки это как бы константы а это переменное интегрирование все я понял есть окей еще вопросы смотрите давайте давайте например пример приведу вот допустим у меня есть функция значит пример давайте например по которым уже знаем какой у него ответ допустим x точка равняется икс посмотрим как это работает значит что нам говорит вот эта формула она нам говорит вот что нам говорит что если я возьму какую-нибудь точку стартовым давайте вот я возьму какую-то такую стартовую точку значит у меня по горизонтали т а по вертикали икс значит и меня интересует вот у меня есть какое-то решение и меня интересует зависимость в этом решении зависимость т от икс значит вот здесь у меня x 0 здесь у меня x а вот эта штука это т от икс и что получается что говорит моя формула она говорит вот что она говорит что т от икс это есть интеграл от икс 0 до икс от какой функции ну от икса получается вот нет икса от единицы деленной на x да ну давайте значит я здесь написал другую букву давайте я буду следовать этому обозначению здесь у меня было вот здесь у меня была функция от икса но сейчас я просто поставляю у и получается до уделенная на у значит что это за функция такая чему равняется этот интеграл уметь интегрировать функции до уделенной на у горишь модуль логарифм да ну вы давайте сейчас с модулем это конечно правда только с модулем тут нужно крат давайте считать что мне x 0 был положительным и более-менее понятно что я за пределы положительной области в этом случае сейчас не выйду и поэтому я модуль пока ставить не буду давайте посмотрим что получается значит это получается логарифм у в пределах от x 0 до x то есть это будет логарифм x минус логарифм x 0 все таким образом выразил t через x и если теперь хочу наоборот выразить x через t а то дальше все остальное просто алгебра значит мне нужно перенести логарифм в другую часть значит получается логарифм x равняется t плюс логарифм x 0 дальше посчитать экспонент от правой левой части получается x равняется и е в степени t плюс логарифм x 0 или что то же самое x равняется и е в степени и вот у меня решение случае x 0 меньше 0 рассматривается аналогично и получается там ровно такая же формула только x 0 отрицательность становится вот мы как раз и разобрались с этой задачкой видим что никаких других решений на самом деле кроме экспонент вроде бы нет по крайней мере наш формула их не дает значит вот так эта штука применяется и это стандартный способ как все это происходит то есть вы сначала у вас как бы естественно образом здесь находится зависимость от x а дальше вы уже посчитал гибридически решая уравнение если она решится далеко не всегда решается но если решится то вы находите зависимости на 1 назад x от t в принципе если вы нашли зависимости от x даже если вы нашли и вот в таком виде это тоже уже хорошо считать что вы практически все сделали потому что у нас есть там терема в обратной на производной обратной функции мы имеем все что угодно если функция задана в виде обратной то в общем то все что угодно мы можем про нее знать вот хорошо а я ведь правильно понимаю то что это работает в случае если t0 равно 0 только именно так если не равно то мы должны будем заменить условно t на t минус t0 да 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 совершенно верно да у меня сейчас да у меня сейчас здесь решалась задача здесь решалась задача и с начальным условием x точки 0 равняется x ну ну понятно что если я взял другое другую стартовую точку вот здесь вот скажем то это просто привело бы к сдвигу поскольку у меня поскольку у меня уравнение автономно то все его решения получаются друг с друг горизонтальными сдвигами вот поэтому это просто бы привело к тому что мне нужно было бы заменить здесь t на t минус тонов совершенно верно вот хорошо давайте может быть я чуть-чуть чуть-чуть поаккуратнее сейчас докажу вот эту вот самую формулу которая у нас есть значит не пользуясь ильяевским приближениями пользуюсь мотонистским мотоном более аккуратно и доказательства значит смотрите у нас есть уравнение x точкой равняется в x и давайте считать что у меня на отрезке от x 0 до какого-то значения ну давайте я скажу что у меня есть отрезок от x 0 до буквы обозначить их со звездочкой нет нулей в и давайте потребуем чтобы в было бы ну как минимум непрерывный значит тогда можно что сделать смотрите значит вот у меня есть моя задачка по отысканию решения уравнения значит вот у меня есть начальное условие x в точке t 0 равняется x 0 значит вот у меня здесь где-то есть x со звездочкой и меня интересует давайте для простоты считать что у меня тоже поскольку v непрерывно и нулей на этом отрезке нет это просто означает что она там знака определена давайте считать что у меня движение происходит только в одну сторону ну это следует из-за отсутствия нулей давайте считать что происходит вверх x со звездочкой больше чем x 0 просто для простоты записи формул если это не так то нужно просто все в обратную сторону написать будет точно та же работа значит и вот здесь у меня есть решение которое задается некоторой кривой ну и давайте найдем чему равняется как это решение задается для этого я хочу найти для того чтобы записать некоторое уравнение на эту кривую но это уравнение я буду записывать так что это кривая но то мне есть решение пусть x равняется фи от т это решение задача 2 3 решение в этой задачи каши смотрите если я я рассматриваю такой отрезок сейчас на котором у меня в всегда положительно это означает что здесь моя функция монотонно растет и можно записать обратную функцию существует обратная функция то есть если я задаю здесь какую-то точку x то вот эта штука это есть все от x значит что я хочу сделать я хочу написать уравнение на функцию пси давайте смотреть значит есть теорема о производной обратной функции кто помнит как она формулируется не знаю производная обратной функции это один делить на производные функции единственно что нужно единственно что нужно понять в какой точке значит вот я утверждаю что пси штрих значит пси эта функция зависит от икс пси штрих от икс равняется чему она равняется единица разделить на фи штрих в какой точке икс от т смотрите фи зависит от времени пси от икс да значит давайте я даже вот сюда поставлю вот такую штуку фи с точкой ну как ну вот нам нужно взять вот эту самую точку смотрите вот у меня здесь есть пси от икс и я меряю ее производную то есть на самом деле вот эту вот штуку я меряю значит я говорю что она равняется единице разделить на скорость с которой меняется икс в момент времени пси от икс фи с точкой от пси от икс фи с точкой от пси от икс вот собственно говоря ключевое ключевое замечание как согласны статьям да фи с точкой фи с точкой в точке пси от икс в точке пси от икс хорошо чему равняется теперь вот этот знаменатель значит я теперь хочу выразить знаменатель в терминах моего уравнения вот я знаю что у меня фи я знаю что фи является решением вот такого уравнения значит я хотел бы этот факт использовать для того чтобы упростить знаменатель давайте смотреть что мне известно мне известно что если я поставлю фи в это уравнение то я получаю такую вещь что значит фи с точкой в момент времени в момент времени т это есть в ответы это потому что фи является решение теперь мне нужно сейчас найти фи с точкой в момент времени пси от икс вопрос это значит что 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 это означает это означает что вот вот я двигался двигался в соответствии с решением фи и я в каком в какой точке я буду находиться в момент времени пси от икс то есть получается такая штука что это просто единица разделить значит но я знаю что если я нахожусь в этот момент в точке икс то это просто то что здесь написано это просто в от икс ну давайте я формально это распишу значит что здесь написано значит я знаю что фи с точкой в момент времени пси от икс пси от икс это есть в от фи от пси от икс но фи и пси это взаимно обратная функция значит это есть в от икс таким образом функция пси удовлетворяет такому уравнению пси штрих от икс равняется единице на в от икс а какого типа это уравнение что это за уравнение такого это автономное уравнение нет это то которое мы до этого решили это не автономное уравнение потому что у нас теперь роль времени выполняет икс у нас фазовые координаты и время поменялись с ролями роль времени выполняет икс и поэтому то что в результате получается это уравнение которое просто решается с помощью интегрирования ну и как раз теперь мы знаем что psy от x это просто интеграл давайте напишу dx делить на v от x плюс константы ну а дальше мне нужно найти сначала решение с начальным условиям то есть мне нужно будет найти им подобрать так константу c чтобы си в точке как как теперь выражается начальное условие у меня начальное условие было такое значит у меня фи в точке t0 равнялась x0 здесь наоборот в терминах пси это будет записываться так пси в момент времени пси в точке x0 должно равняться наоборот t0 и это означает что c устроен таким образом значит интеграл если я хочу записать какое-то конкретное решение давайте я буду записывать так значит можно просто вот что сказать что пси от x это на самом деле есть интеграл от x0 до x d у разделить на v от у плюс t0 тогда вот это начальное условие будет автоматически выполняться можно проверить что если сюда подставляю x0 то вот эта штука обнуляется и действительно мы оказываемся в моменте времени t0 вот ну вот это формально аналитическое рассуждение которое обосновывает вот эту нашу не очень формальную историю с переходом к пределу в элеровских суммах но на самом деле тут сейчас можно немножко как бы это может выглядеть немножко страшненько но если внимательно разберетесь то видно что тут ничего особо страшного нет не просто единственный здесь как бы такой технический шаг состоит в том чтобы правильно применить теорему о производной обратной функции которая говорит что вот нас интересовало у нас была производная x а по производная x а по t значит у нас была производная x а по т а в результате сейчас сушить я понял что я здесь неправильно оси подписал значит у меня конечно горизонтальная кость должна быть по прежнему ты вертикальный x у меня была производная x а по т производная обратная функция это то же самое только нужно единицу не поделить просто обратное число поэтому здесь вылезает единицу деленное на v от x и в общем то и и все тогда посмотрим на это доказательство скажите если какие-то вопросы у меня такой маленький вопрос ответом ведь это будет функция не пси а как я звук второй пункт называется соответственно ну чтобы получить ответ она будет просто 1 9 на пси да нет 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 смотрите фи и пси это взаимно обратная функция значит мы изначально хотели найти функцию фи фи это наша зависимость x от т но в действительности формула которую мы встать получаем это формула которая будет в обратную сторону это формула которая задает зависимость времени от положения и если вы хотите назад найти зависимости положение от времени как изначально предполагалось то вам нужно будет решить какое-то уравнение ну то есть просто найти соответствующую обратную функцию ну вот собственно говоря мы это здесь сделали вот смотрите видите первое что мы сделали это мы нашли зависимость t от x мы сказали что t зависит от x а как логарифм а потом мы сказали окей давайте теперь посмотрим как их зависит от t нам нужно просто решить соответствующую уравнение но в данном случае она она легко решилась потому что зависимость просто в одну сторону логарифма в другую экспоненты вот но как видите нам пришлось немножко здесь повозиться с алгеброй спасибо давайте еще вопросы хорошо смотрите на самом деле формула очень полезно который мы сейчас вывели мы в какой-то мере будем всегда и пользоваться и нас почти ничего другого то и нету кроме этой формулы учебники арнольда называется формулы borrow borrow это учитель ньютона и я не знаю в какой мере это правда но видимо арнольд полагал что борода еще до ньютона понял как решаться такого типа дифференциального уравнения называть ее формулы borrow ну я тоже вслед за арнольдом называю формулы borrow значит вот соответственно давайте я ее еще раз явно выпишу формула borrow значит можно выписывать в двух разных вариантах либо просто если у вас есть уравнение x . равняется v от x и вам нужно найти общее решение то она говорит что общее решение записывается в виде т равняется интеграл dx разделить на v от x плюс константа либо если у вас есть решение с начальным если у вас есть задача с начальным условием задача каши x точка равняется v от x и x в точке t 0 равняется x 0 то соответствующая формула записывается в виде t минус t 0 равняется интеграл от x 0 до x dx разделить на v от u и все никакой константа тут нет нужно либо такую формулу приметли бы такую при зависимости от толча вам к вас там задачи или что он проще другое легко сводится вот можем в первой формуле вместо цель написать т 0 здесь но она здесь никого т 0 нет никого начального условия просто просто какая-то констант я таким образом описываю множество всех решений и она записывается как-то так просто некто семейство решений а здесь есть конкретное решение т 0 x 0 и так далее формула записывается так более четко вот смотрите значит давайте я здесь покажу некоторую магию которая не совсем магия но пока что магия значит как часто записывать решение такого типа уравнений ну давайте и я еще раз запишу уравнение которое мы уже решали x точка равняется x точка равняется x довольно часто эту формулу бару записывают в таком неявном виде говорят вот что значит вот у нас есть уравнение которое записывается вот так dx по dt равняется x знакомы вам такие обозначения для производных вот не а теперь можно сделать такую странную штуку давайте я дт перемещу вправо dx наоборот влево запишу это в таком виде dx разделить на x равняется dt я сейчас не пытаюсь объяснить что означает это равенство но если это равенство проинтегрировать получается формула бару значит интеграла dt просто т значит вот мы получаем что ты равняется логарифм x плюс константа или там логарифм модуль x давайте я напишу в общем виду логарифм модуль x плюс константа дальше можно сказать что хорошо давайте я честно допишу это до конца значит можно сказать что логарифм модуль x равняется т минус константа значит модуль x равняется я в степени т минус константа или модуль x равняется я в степени т на я в степени минус константа значит давайте я теперь вот эту вот я в степени минус константа обозначу в виде новой константы c1 получается модуль x равняется c1 на я в степени т значит на заметить что поскольку у меня c1 это я в степени я в какой-то степени то эта штука обязательно должна быть положительной значит у меня c1 было положительно но с другой стороны здесь слева стоит модуль x если этот модуль x раскрою то получается вот такая штука x равняется плюс минус c1 на е в степени t с возможной и с таким знаком с таким знаком ну и можно просто сказать что x равняется c2 на е в степени t и здесь c2 может быть положительно может быть отрицательным давайте пока скажу что c2 не равняется нулю потому что случае когда значит случае когда у нас начальное условие нулевое вот этой формулы не обслуживается потому что если вы вдруг попадаете в ситуацию когда x равняется нулю то у вас просто значит в этом уравнении просто возникает деление на 0 это случае нужно рассмотреть отдельно но на самом деле он легко рассматривается видно что если у вас x 0 например с начальное условие нулевое то дальше как будет устроено решение как устроено решение уравнения x точка равняется x с нулевым начальным условием если вас мультезианский рост популяции у вас популяции рыба в пруду воспроизводится пропорционально размеру популяции и изначально в пруду было ноль рыба что дальше происходит до всегда будет но это у нас решение просто же с нулевое и это отдельное решение которое в общем вот всем этим рассуждением по крайней мере под досюда даже сказал вот досюда она опускается значит и теряется это решение в этих рассуждениях но на самом деле видно что для того чтобы его добавить нам достаточно просто разрешить вот этой цешке принимать значение 0 значит плюс тождество нулевое решение и остается просто x равняется c и в степени t значит вот это c которым есть получилось это уже не та c которая была ну хорошо давайте я какую-нибудь волну на ней поставлю хотя не часто в этой науке даже в соседних формулах если у вас есть какие-то константы они обозначаются одной и той же буквы они могут быть разными в разных форму но для определенности напишутся с волной и здесь теперь c с волной уже просто любое вещественное число и мы таким образом получили вот все наше семейство в наших экспонент значит экспоненты бывают такие бывают такие вот вот часто решение такого типа уровней записывают именно таким образом используя вот такой немножко вот такой немножко странный переход когда вы начинали с вот такое обозначение для производных а потом так лихо бубух дифференциал суда бубух переменную суда это всегда работает то что получается ровно формула баро которым только чтобы основали но производит ощущение магии непонятно что вот это такое я могу я мог бы объяснить что это такое нет потребовало бы там дополнительных некоторых дополнительного рассказа про дифференциальные информы я не верю что я хочу это делать в рамках лекции но может быть у нас будет дополнительный листочек на эту тему если кому-то будет интересно будет именно листочек или вы будете что-то рассказывать листочек но но если его решить то будет если есть какой-то запрос можем вас попросить рассказать да конечно да мы просто на динобке уже целый семестр так делали и нас кормили обещанием что вот на дифференциальные формы никуда не денемся но может быть поговорим поподробнее про интегрирование дифференциальных форм будет более понятно откуда мы не берется вот хорошо ну и и если какие-нибудь вопросы по поводу такой штуки хорошо если вот эта формула бару и решение уравнения на прямой вроде как понятно давайте я тогда расскажу про еще одну штуку второе некоторое обобщение на сцене для формулы бару называется метод разделения переменных и это такая ситуация смотрите пусть у меня есть уравнение такого вида x . равняется f от x разделить на же от такое уравнение тогда я могу его решить и решение очень похож на то что мы делали только что а именно давайте я сделала такую вещь напишу что dx под это равняется f от x разделить на же от ты ну а теперь сделаю то же самое давайте перекинем я в левую часть это вправо слева получается какая-то штука зависит от x а справа какая-то штука который зависит от т и при этом и там и там есть какой-то дифференциал и в общем рука чешется написать интеграл вот такую вот штуку видите слева получается после интегрирования слева получается какая-то функция от x а справа какая-то функция от т и если мы их приравняем то мы как раз получим зависимости которая связывает x и т и эта зависимость как раз и будет решением нашего уровня если мы выразим потом x через т то как раз ровно она и получится давайте покажу как это работает на кого-нибудь примере допустим я хочу решить такое уравнение dx разделить на давайте начну просто допустим x точкой равняется скажем x деленное на т значит dx по dt равняется x деленное на т значит видно что это как раз уравнение того вида который нам нужен мы что-то зависит от x делим на что зависит от т и можно применить наш метод получается вот такая штука ну давайте проинтегрируем для вы правую часть значит получается что у нас слева логарифм модуля x справа логарифм модуля т плюс констант ну давайте выразим x через 3 давайте посчитаем экспонент от правой левой части получается модуль x равняется е в степени в степени логарифм модуль т плюс константа что то же самое модуль x равняется я в степени цены модуль т или что то же самое модуль x равняется c на модуль т но на самом деле более менее понятно что модуль можно снять например слева сейчас модуль можно снять объявив что c может быть произвольным здесь у нас это было больше 0 теперь пусть я будет произвольным x равняется цены модуль т цена давайте скажем пока не равняется нулю но давайте посмотрим зачем получили какие-то формулы давайте посмотрим как на картинке выглядит значит если у меня x точка равняется x деленное на т значит мне кажется на семинаре должны были такой номер разбирать как у нас выглядит поле направлений и в этом случае множество линий пересекающих центр давно случается вот такой вот какой-то поле направлений значит у меня поскольку угол зависит от отношений x акты то если я буду идти вдоль прямой брать точки вдоль прямой вот такой проходящий через 0 то там отношение x и x акты будет одинаковый и значит и вот этот самый угол на наклона будет одинаково он будет ровно ровно таким же и вот получается какая-то вот такая вот штука если я буду брать отрицательной точки то мне будет отрицательное направление течение не отрицательной . вот точки формов во второй четверти и если я буду брать вот здесь . у меня вот такие горизонтальные прямые если возьму вот здесь . что получается как провести поле из как раз ты прямо из поля прямых вот в такой точке для вот такого уравнения ну вертикальная черта очевидно ну ну да только нет таких прямых ну то есть прямые то есть но они не задаются как или равняется к x на самом деле вот в этой точке наше уравнение право часть на шарами просто не определенно равняется 0 у нас возникает деление на 0 и поэтому в общем никак не тут не проведешь это так сказать в этих точках наше уравнение просто не определено на всей этой вертикальной прямой уравнение просто не имеет смысла и поэтому никак там не проводится мы чуть попозже обсудим как бы это можно было бы обобщить так что можно было проводить но пока что никак ну вот получается какая то вот такая вот картинка это вот такая вот штука и здесь все эти прямые они на самом деле это конечно неудачно приправил чувствую что-то мне тут не нравится конечно все эти прямые они должны в конечном итоге уходить в ноль вот но если теперь вернуться к вот этому вот это вот этому решению это видно что он действительно описывает более-менее все что нам нужно но только она описывает не совсем правду в том смысле что но вот если посмотреть на это решение то кажется что решением уравнения будут какие-то вот такие штуки что вот вы допустим стартуете вот отсюда двигайтесь вот так а потом двигайтесь вот так но на самом деле это неправда почему это неправда почему вот такая штука не является решением нашего уравнения потому что у нас 0 выколот в 0 в 0 у нас уравнение вообще не определено и поэтому нельзя сказать что у нас есть решение которое было бы определено на всей числовой прямой просто что уравнение меня плена все числа примут и поэтому на самом деле правда вот в чем состоит она состоит в том что у нас есть отдельное решение вот такое которое не доходит до нуля есть какой-нибудь отдельное решение вот такого и они как бы друг с другом никак не связаны это два отдельных решения у них разные у них разного отопления разные начальные условия, можно придумывать какие-то начальные условия, которые приходят к одному решению, к другому решению. Это разные решения, и поэтому, в общем, от вот этого модуля t тоже никакого толку нет. На самом деле можно сказать вот, что решением является семейство вот таких вот штук, значит, определенных либо при t меньше нуля, либо при t больше нуля. Вот видно, что это на самом деле, что вот такая запись, она обслуживает все решения, которые тут есть. Кстати, разрешено ли сейчас c быть равным нулю? Если у нас решение, где c равняется нулю? Все равно нет. Почему нету? Нет, да, может быть, потому что мы все равно исключаем точку t0, и у нас получается x0 везде, кроме t0. То есть, опять же, полностью все вот эти... Да, но вот на самом деле у нас действительно есть два отдельных луча, два отдельных нулевых решения. Нулевое решение определенное вот здесь, на этом луче, и отдельное нулевое решение определенное вот здесь. То есть, опять же, два отдельных решения никак друг с другом не связаны, но они оба соответствуют случаю, когда c равняется нулю. Заметьте, что я явно выписываю вот эти вот сейчас области определения, у вас будет домашек, который вам тоже это нужно будет сделать, и, значит, часто там совершается много ошибок, связанных именно с областью определения. Как бы тут важно понимать, почему это так, по некоторым причинам. Например, чуть позже мы докажем теорию существования единственности решения дифференциального уравнения. Если бы мы бы понапроводили вот таких вот решений, вот таких вот, то у нас бы возникло ощущение, что они все проходят через вот эту точку, через точку 0. На самом деле нет, они через нее не проходят, они в этой точке вообще не определены. Вот. И по разным-другим причинам полезно понимать, на каком именно множестве у вас определено ваше уравнение и на каком именно множестве определено решение. А мы не можем доопределить до точки 0. Ну, вот не хочется в этом месте доопределять, потому что дальше возникнет вопрос, если вот я его доопределяю, например, что бы вы хотели? Вы бы хотели, чтобы вот такая формула работала, например. Но не всем понятно, на каком основании она будет работать. Почему, вот если я продолжаю решение вот такое, почему оно должно продолжиться обязательно вот таким симметрическим образом? Ну, не очень понятно. Значит, вы здесь проходите через какую-то сингулярность. Значит, почему вы должны отразиться именно так? Ну, в общем, не совсем понятно. Я бы предпочел бы считать, что у меня здесь просто вот отдельное решение вот такие и отдельное решение вот такие. Никак друг с другом не связано. Два отдельных семейства. Пожалуйста, спасибо. Ну, как бы вот эта точка 0.0, она очень хитренькая, потому что даже вот, например, про вот эту точку я еще могу как-то понять, как-то доопределить здесь поле направления. Я мог бы сказать, что вот в этой точке у меня направление вертикальное. И вот в этой точке тоже направление вертикальное. Но какое направление... А у нас же в определении т не может быть равно нулю. Ну, конечно, да. Но я говорю, но вот если думать о том, как можно было бы доопределить это все, то я мог бы сказать так, что чисто геометрически я мог бы строить вот здесь вот вертикальные такие прямые. Но все равно вот в этой точке непонятно, какое направление, потому что к ней близки любые направления. Она как бы смотрит во все стороны. Ну, в общем, вот эта точка, она такая очень специальная, особая точка. В общем, отдельная история совсем этим будет. Чуть попозже, когда мы будем обсуждать уравнение в фазовом пространстве размерности 2, у нас возникнет снова вот такая картинка, и мы на этой картинке таки дорисуем вот здесь вот вертикальное направление. Но вот эта точка, точка 0,0 по-прежнему останется особой, и с ней будет отдельный разговор. Но пока что мы просто выкидываем всю вот эту вертикальную прямую и просто говорим, что уравнение не определено на этой вертикальной прямой, и поэтому решения там тоже не могут быть определены. Вот. Значит, есть ли какие-нибудь еще вопросы на эту тему? Да, значит, я пока что не доказывал метод разделения переменных. В принципе, его не очень сложно доказать, но давайте, наверное, лучше не сейчас, а лучше, наверное, на семинаре мы это сделаем в следующий раз.